так ребят всем привет сегодня у нас обзор очень редких охотничьих лыж на подласе лыжи очень старые достались вообще дефицит в общем вот такие ребят лыжи то есть это настоящие охотничьи лыжи на подласе то есть высота у них метод 98 часа ребята так положу то есть что было видно все на меху все по фэншую олень и мех то есть это настоящие старинные лыжи в общем то есть что такое подлас то есть это вот такой выступ на лыжах лыжи все сделаны из цельного куска дерева чтобы никто не сомневался то есть они выполнены вот этот подлас вот эта вот часть это ласточкин хвост то есть здесь вот я покажу вотwidth вот так вот выбор вот видите то здесь все продевается то есть я когда на самом деле увидел я просто отчимал я ни разу свою жизнь я не видел таких лыж то есть ребята вы витеб показал носок вот это вот видите вот сломана я часть вот это все деревянное это все утачивалась вручную то есть это просто вообще офигенные лыжи ручной работы. Это старинные лыжи. То есть вот это все видите как вот такой носик. То есть если вот так вот сделать, то есть это вот такой носок. То есть это кто понимает. То есть на самом деле, ребята, это очень редкие лыжи. Очень редкие лыжи. Я говорю, то есть я когда вот увидел, ну реально то есть я просто вот очумел. То есть видите, все обшито. То есть я медленно буду вот так вот показывать. Вес ребят не знаю какой. Потому что мне сложно сказать. То есть видите, тут все носок все заужено. Пяткой верней. То есть здесь вот так вот видите веревочкой все провязано, все сделано. Вот эти лыжи сейчас на них ходить нельзя, потому что они сломаны. Там какая-то пара треснутая. Вот это только для украшения загородного дома они пойдут. Или кому-то в коллекцию. То есть если надо кому-то звоните там или пишите. Посмотрим, разберемся. То есть естественно, что здесь видите уже кто-то из современных какую-то резинку там прибили. То есть здесь вот изолента. То есть вот если присмотреть, ребят, то есть я не знаю, камера резкость наедет. То есть то есть все вот так вот сделано. То есть выбран. То есть представьте из кискового куска дерева. То есть они сначала заготовили это все. И потом вот это все выбиралось. Сейчас я ребят покажу вам под пятник, если вы увидите. Видите-ка. То есть я даже вот так вот сейчас наверное сделаю. не получится наверно у меня. Видите все как четко. То есть там даже видно, что это ласточкин хвост. Я на самом деле я не охотник. Я видел лыжи охотничьи. Но таких лыж я ни разу не видел. Я вам повторяюсь постоянно. Там чем отличается, что такое. Вот эта вот штука это подлаз. То есть я на Википедии там в интернете полазил. Там получается как. На таких лыжах ездили старинные охотники когда глубокий снег. То есть таких лыж на самом деле очень мало. То есть там получается я посмотрел две национальности по-моему ездило. Там на севере. И вот они использовали такие лыжи, где очень глубокий снег. То есть там капец. То есть все говорит, тут олень. Ну это вообще реальные родители. Тут уже какие-то это уроды мы погрызли. А в гараже, потому что они у нас лежат. Так что вот такой, ребята, дефицит. Ну реально, это вообще это раритет. То есть это просто раритет. Мы, конечно, их бережем как можем. То есть, ну, кому-то, говорю, в загородный дом для украшения там еще что-то их обработать. То есть я говорю, здесь все четко сделано. То есть даже по носику, ребята, вот смотрите. То есть видите, все дырочки, то есть все сделано, все прошито. То есть носик вот этот вообще просто чума. То есть насколько, настолько люди подходили к работе, к своей. То есть настолько все профессионально, все продумано до мелочей. То есть потому что, представьте, зимой вы в лесу, у вас насколько, то есть все должно быть проработано, все должно быть четко. То есть все вот подогнуло То есть за столько лет эксплуатации То есть охотники отработали Вот эту всю технологию Охождения на лыжах То есть это вообще немаловажно То есть тоненький носок Когда вы идете по снегу Он прорезает это все То есть мех оленя Чтобы вы не проскальзывали То есть ширина я сейчас даже замерю Получается я замерил Метр девяносто восемь они Ширина по моему У них 160 миллиметров Ну да 160 Сам подлас получается 50 миллиметров Высота подласа где-то 3 сантиметра И толщина лыжи Но тут с мехом Но я думаю что они сделаны Получается тоже как сказать Вот если Лыжи мы берем То есть вот лыжи мы берем То есть нижнюю часть У вас получается Она чуть-чуть вот так вот идет То есть вот Нижняя часть Потом Как мне на пальцах Не объяснить это Это надо рисовать То есть получается у вас Бультик представьте Отплышу Да вот идет И он пошел у вас Чуть-чуть вверх А потом пошел подлас То есть вот здесь вот все на самом деле Вообще продумано То есть вот где подлас Вот эта часть Вот эта где часть подлас То есть она получается Ближе к подласу Она толще Она толще здесь А здесь у края Лыжи тоньше То есть я говорю Ну реально тут вообще Просто капец Здоровские лыжи То есть не знаю Кому-то надо Не надо Просто для интереса Потому что Грю за всю историю свою Я первый раз увидел Такие лыжи Я никогда не встречал То есть если вы где-то там Покоите Да они делают Они там плоские То есть здесь все привязывается Все там зарублено И все То есть Ну вот Такого носка Я ни разу не видел То есть вот именно Это деревянный носок То есть он здесь сделан Нам все То есть то что здесь Мехом обшито Это деревянный носок То есть форма Сама выбрана Второй момент Это подлас Тоже ни разу не видел То есть Ну и так далее И тому подобное Так что вот ребята Кому-то надо Не надо Вот такой обзор Редких старинных лыж Кому-то может Будет интересно Кто-то скажет Что я с головой Не дружу То есть всякую хрень Там снимаем То есть ну Это наверное Музейный экспонат Скорее всего То есть Ну и охотникам Кто ходит Сейчас на лыжах Все в единицы Люди ходят Особенно охотники У нас охотничий пронос Сами знаете В каком состоянии Я конечно не охотник Но такие вещи Конечно мимо них Пройти нельзя Во-первых Как с точки зрения Технической части Они выполнены Так с точки зрения И старины Так что вот ребята Вот такой обзор Чем-то кому-то надо Не надо Всем всего доброго Всем пока Любите природу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому